Электросамокаты, электроскутеры, моноколеса и другие новомодные средства передвижения вновь в сфере внимания сотрудников госавтоинспекции. Что беспокоит сотрудников ГАИ, выясняла и наша съемочная группа. Сегодня все больше популярно среди различных слоев населения приобретают средства индивидуальной мобильности. И это не только традиционный велосипед или велосипед с электромотором. Взрослые дети активно используют электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные средства. Только вот где и как на них можно передвигаться. Согласно правилам дорожного движения и сегодняшней квалификации, хочу отметить, что данная категория относится к категории пешеходов. Соответственно и движение на данных видах транспорта должно осуществляться по пешеходной дорожке, не создавая препятствия для движения пешеходов по велодорожке, обочине, либо тротуару. И уже при отсутствии данных элементов дороги возможно движение по краю проезжей части, не дали одного метра от правого края. В то же время самое главное основное, чтобы не происходило дорожных трагедий, чтобы не происходило чрезвычайных происшествий с данной категорией участников дорожного движения, необходимо помимо того, чтобы руководствоваться правилами дорожного движения, руководствоваться принципами взаимопонимания и взаимовежливости. Хотя вопросы безопасности остаются открытыми. Такие средства транспорта содержат в себе потенциальную опасность, поскольку они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом вполне способны развивать скорость 35-80 км в час. В самое ближайшее время будет рассмотрен вопрос об их переквалификации в полноценные транспортные средства с возможностью двигаться по автомобильным дорогам, а не по тротуарам. А пока сотрудники ГАИ с такими участниками дорожного движения проводят профилактические беседы и рассказывают о правилах поведения и взаимовежливости. Если мы будем ехать, мы считаем, как стандартные средства. Правильно, то есть вы знаете эти правила безопасности. А где можно кататься на вот этих индивидуальных средствах передвижения? Только на вот этих дорогах. Там еще даже значки есть. То есть это пешеходные дорожки, наверное, да? Ребят, а вот такие бывают ситуации, что вы едете на вот своих гироскутерах, да, и идет большое количество пешеходов, мамы с детьми. Как ваши будут правильные действия? Как вы себя поведете? Установимся и скажем то, что нужно. Правильно, ребят. Самое главное – проявляйте взаимопонимание и взаимовежливость. О болгаритке поведения на пешеходных дорожках сами любители средств индивидуальной мобильности знают. Нужно кататься, соблюдать ПДД, грубо говоря, и получается не создавать препятствий. Я катаюсь, не нарушая каких-либо правил, не создавая препятствий пешеходам. Нельзя развивать небольшую скорость на пешеходном переходе. Ну, мне очень бы нравилось, потому что такие впечатления, как будто ты летаешь по воздуху просто. Пока что законодательное средство индивидуальной мобильности не является транспортным средством. Но, тем не менее, если случится столкновение, в результате которого кто-то пострадает, наступит административная ответственность. За нарушение правил дорожного движения лицом, которые передвигаются на средстве индивидуальной мобильности, грозит административная ответственность по статье 18.20 Кодекса об административных правонарушения Республики Беларусь. Это либо предупреждение, либо наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Сотрудники Дорожной милиции советуют любителям средств индивидуальной мобильности, используя защитную экипировку, стараться не кататься в узких пространствах, не развивать опасную скорость. А родителям помнить, что эти новомодные средства – не игрушка. Юрий Печер, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».